Каждый фотоснимок имеет свои уникальные ценности, порой она очень даже материальна. Например, на первом месте в топ-10 самых дорогих фотографий мира находится безымянная работа американского фотографа и художника Ричарда Принца из серии «Ковбой», которая между прочим в 2008 году ушла за 3 миллиона 401 тысячу долларов. Серьезная сумма. Да, но теперь мы перейдем к нашей действительности. В Красноярске открыт прием фоторабот на конкурсы и, возможно, именно ваше фотосниме когда-то тоже станет очень даже известен. И сейчас гости в нашей студии. Руководитель открытого пространства молодежного центра, Центра технического проектирования Анна Фомина и фотограф, участник конкурса «Индустрия фокуси» Марк Гайдаша расскажет нам все подробности. Доброе утро. Анна, ну, наверное, первый вопрос к вам, как к организатору. А кто может принять участие в этом конкурсе и что для этого нужно сделать? В этом конкурсе может принять участие любой желающий, человек, занимающийся фотографией профессионально, либо только начинающий свой путь в этом искусстве. Главное, чтобы работы соответствовали нашей тематике. Тематика конкурса «Индустрия фокуси» — это индустриальные здания, сооружения, различные техногенные оборудования, сооружения. И все в этом. Ну, это, видимо, и как работающие, так и заброшенные можно тоже снимать. Да, заброшенные тоже. А есть ли уже прям какие-то сформированные номинации, или же впоследствии того, что пришлют, вы будете уже как-то распределять? Нет, мы решили, что номинаций не будет, поскольку тема достаточно неразработанная, как нам кажется, и поэтому мы хотим просто посмотреть, какие работы придут к нам на конкурс. Снимать можно только в крае или принимаете снимки со всего мира? Нет, только в Красноярске. Только в Красноярске. И в Красноярском крае. И в Красноярском крае. Хорошо. Тогда вот все сейчас фотографы задумались. Начнут снимать, начинается конкурс. Кто будет оценивать работы? У нас будет открытое голосование. Все представленные работы, которые подходят под критерии конкурса, будут размещены в нашем открытом пространстве. И также в нашей группе ВКонтакте. То есть любой желающий может проголосовать за понравившуюся работу. А снимки как ей лучше делать? А цветные или, может быть, черно-белые в топе? Это остается на усмотрении фотографа. То есть как сам видит человек, так и пусть просилает. Это, наверное, уже можно к Марку отнести этот вопрос. Вы уже являетесь участником фотоконкурса. Какую работу вы прислали? О чем она? Как вы видите? Ну, насколько я сейчас помню, я три или четыре работы прислал. Они, так или иначе, оба индустриальном пейзаже. И вот сейчас вспомнилось, что одна из фотографий – это снимок уже не существующего в данный момент объекта. Это метеор, который здесь недалеко находится, находился под коммунальным мостом. И вот, ну, например, такая фотография. А другие фотографии, они сделаны в основном в районе где-то вот Черемушек, Зеленой Рощи. Те районы, которые немножко отдалены от центра. И мне, как фотографу, там были интересны те вот такие своеобразные линии, какие-то цветовые пятна, которые формируют этот индустриальный пейзаж. Сам по себе конкурс считаю очень интересным. Я люблю эту тематику, люблю это снимать. Большая часть портфолио моя, по крайней мере, вот первые три-четыре года, пока я занимался фотографией. Она как раз состоит из индустриального пейзажа. И, ну, такая некая концепция внутренняя, она была следующая. Вот мне, как фотографу, ну, и, возможно, другим фотографам тоже, в первую очередь, интересно, знаете, просто вот некие линии, такие цветовые пятна. И в основном фотографы, они ведь ищут что-то такое вот, но обыденное, то, что кажется привлекательным общей массе, например, снимки коммунального моста, либо каких-то вот наших таких известных примечательностей. Но мы это постоянно в соцсетях видим. Да, разумеется. И вот именно такие темы, как индустриальный пейзаж, они позволяют найти вот это вот соотношение линий каких-то цветовых пятен, не только в том обыденном, что мы смотрим, а еще и в том, что есть, ну, где-то со стороны. И, на мой взгляд, именно в этом основная ценность конкурса. Скажите, а вот снимки, которые вы прислали на конкурс, вы их давно сделали или это свежие работы? Я думаю, что большая часть из того, что прислал, давно сделал, но есть и свежие, я регулярно снимаю сейчас точно так же. А сколько вообще вы увлекаетесь фотографией? Чуть больше пяти лет. Ну, это уже достаточно приличный срок. А, допустим, в отличие от людей, каких-то персоналей, сложнее ли снимать здание, потому что, ну, там, нельзя, например, эмоцию какую-то у них вызвать. Совершенно сложно. Абсолютно разные съемки. Не могу сказать, что сложнее, что легче. Там своя специфика, там своя специфика. А вы используете там подсветки какие-то? Или просто нужно ловить вот как природа даст и все? Я знаю фотографов, которые используют подсветки. Это смотрится достаточно интересно. Но я работаю исключительно с тем светом, который мне предлагает природа, Вселенная в данный момент. Но не секрет, что многие такие объекты, они охраняемые объекты. Как здесь быть? Как обойти охрану? Ага. Ну, я лично с таким не сталкивался. Опять же, есть знакомые, которые прям сильно увлекаются съемкой вот индустриального пейзажа. И ходят синика. Возможно, бегают с от собак, там, это точно есть такое. И вот я много историй слышал на тему того, как они пробирались в какие-то вот такие заброшенные объекты, с какими трудностями, с какими интересными там моментами они сталкивались. Но такое присутствие, безусловно. Анна, ну мы, наверное, не призываем всех наших фотографов-любителей идти на крайние меры, чтобы выиграть этот конкурс, правильно? В первую очередь должна оставаться безопасность фотографа. Безопасность. Скажите, ну, прости, сколько вообще снимков вы готовы обработать на этом конкурсе? Вот если начнут присылать и все, это будет поток невообразимый. Я думаю, 150 снимков мы сможем обработать. 150, это уже неплохо. А я хотела на самом деле спросить, есть ли у Анны в арсенале, может быть, тоже какие-то фотографии вы сама не пробовали, как участница? Ну, я тоже начинающий фотограф, но я считаю некомпетентным присылать свои собственные работы на свой собственный конкурс. Поэтому я воздержусь от участия в данном мире. Ну, а все-таки, если снимать, снимать лучше на профессиональную камеру, чтобы победить в данном конкурсе? Или человек может снять и на мобильный телефон, но так как-то обработать все это в фильтрах, что такая фотография тоже будет принята и имеет шансы на победу? Я думаю, что так как жюри не будет профессиональным, а будут голосовать все желающие, и здесь больше важности именно играет какой-то посыл эмоциональный фотограф, который увидит зрителя и проголосует за эту работу. Можно тоже тогда опытом поделюсь касательно этого вопроса? Интересный вопрос, спасибо. Я с уверенностью могу сказать, что современные смартфоны, современные телефоны, они совсем неплохо снимают. Есть некая тенденция, я по своему опыту сужу, за последний год-полтора процентов примерно 50-60 тех снимков, которые я публикую в своем портфолио ВКонтакте, оно состоит из снимков, снятых на мобильный телефон. У меня были снимки на выставке на персональные, снятые на мобильный телефон, поэтому можно снимать на камеры. Главная точка интересная – найти ракурс. Марк, вы уже дока в этой теме, а все-таки много у нас в городе и в крае таких вот индустриальных объектов, которые достойны попасть в объектив? Да, очень. В крае особенно, Норильск, другие города, в Красноярске, в частности, очень много таких объектов. Ну, я люблю такое снимать, мне много такого попадается, да. Но я думаю, что, наверное, использование фотошопа не допускается в работах. Они должны быть насколько вот сильно обработаны, или вообще никакая обработка, просто вот как сфотографировал, так и выложил. Ну, в положении указано, что допускается разумная ретушь кадра. Ну, то есть это уже как бы на усмотрение оргкомитета принимать работу совсем слишком отфотошопленную или нет. Ну, мы уже выяснили, что принимаются работы, сделанные на гаджеты, сразу увеличивается количество участников, снимают даже дети. Есть какой-то ценз, вот, кого вы принимаете? Нет, абсолютно. То есть даже пятилетний ребенок может так снять и выиграть главный приз? Ну, почему бы и нет. А можно небольшое, это немного приоткрыть, зависть у тайны, призы какие? Ну, вот пусть это останется некой интригой. То есть призы уже подготовлены, но мы никогда не отказываемся от помощи партнеров, ищем новых партнеров, которые бы нам могли помочь. А как долго и где потом будут размещаться работы? Можно же будет потом прийти и посмотреть, например? Да, мы планируем, что в нашем открытом пространстве будет действовать постоянная фотовыставка, которая в дальнейшем будет обновляться и дополняться новой работой. Итак, когда, до какого числа, вернее, нужно прислать работы, и потом до какого, опять же, числа ждать результата и волноваться? Работы принимаются до 10 ноября на электронную почту, и с 14 по 28 ноября будет проходить голосование, соответственно, 29 ноября будут подведены итоги конкурса. Спасибо. Я сегодня выхожу и сразу нахожу какой-нибудь завод, начинаю фотографировать со всех ракурсов, и потом отправляю вам. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо большое за информацию, остается действительно только отправить, сфотографировать что-то и отправить для того, чтобы получаться в фотоконкурсе «Индустрия в фокусе». Я напомню, у нас в гостях были Анна Фомина, руководитель открытого пространства молодежного центра, Центр технического проектирования, и Марк Гайдаш, фотограф, уже участник конкурса «Индустрия в фокусе». Мы желаем вам хорошего конкурса и победы. Спасибо.